Катя уже начала делать свой мир. Вы не ослышались. Ученики создают свой мир. Так учитель не по стандартам у Ван Гребенки называет нестандартный материал обучения. Это макет земли, ее нужно обжить. Что он сделать? Правой кнопкой земля будет подниматься. Ландшафт и население участка ученик выбирает сам. Детям, кажется, играют, на деле уже моделируют. Готовая вселенная прежде всего набор объектов. Грибки, собаки, человечки со своими функциями. У детей постарше уровень сложнее. Объекты родителей и дочерние объекты с тем же набором свойств. А это уже алгоритмы и написание команд. Например, байк. Что этот байк будет делать? Допустим, передвигаться путем нажатия на кнопки курсора. Путем графического программирования а-ля Lego, Tetris, перетаскивая нужные команды в нужные места, создают некоторые программы. Эти программы могут быть достаточно сложными. Эта игра напоминает Майнкрафт. Я поняла, как там создаются миры. Если приблизиться, посмотрите, здесь же видны те самые кубики, как и в Майнкрафте. В гимназии у Ивана больше тысячи учеников. И еще десятки в детском технопарке. Метод учителя называют креативным. Сам же педагог ничего новаторского в нем не видит. Говорит, просто старался заинтересовать детей. В школе играм отдано полгода. Затем ученики идут глубже в классическую информатику. На страхе родителей Иван отвечает, дети не заиграются. Такая кухня игр для многих, как прививка. Например, я, когда я начал создавать компьютерные игры, потом мне когда-то стало просто неинтересно, и мне захотелось заниматься чем-то серьезным. И дальше там поступил на программиста, например. Также и ребята, например, выпускники, с которыми мы создавали игры, они в этом году поступили на фундаментальную информатику и информационную технологию. По словам Ивана, такой метод учит детей как минимум критично воспринимать виртуальную реальность. А максимум для своего креативного подхода к обучению учитель еще не определил. Но на играх точно не остановится. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости.